Добро пожаловать в Warface, братишка! Ну хрен его знает Рокутагин, мне кажется, они реально зря решили Warface в стиме выпускать. В итоге ведь, как всегда, опозорятся и обосрутся. Капитан Афивидность, понимаешь, ты просто человек, который играет в эту игру, блин, уже 8 лет и тебе кажется, что типа все, обосрутся туда-сюда, все как всегда. Но по большому счету, ты как человек, играющий изо дня в день, не замечаешь постепенных изменений. И кстати, далеко не всегда эти изменения к худшему. Ты похож на человека, который лет 5 назад что-то услышал об этой игре и считает, что все, все плохо. То есть, тебе кажется, что становится хуже, что раньше трава была зеленее. Но давай, помимо того, что действительно стало хуже, вспомним, что было раньше. Понимаешь, да? И что имеем сейчас? Что-то лучше, а что-то хуже. Но стала ли игра в целом хуже? Если честно, я так не думаю. И вообще, то, что было раньше и то, что есть сейчас, как говорят в Одессе, две большие разницы. КИНОКОНИЯ 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 Варфейс покоряет Стин, и, собственно, нахрена это ему нужно? Но лично, по-моему, всё-таки идея так себе, и глобально она ничего не даст. Капитан Очевидность, ты чё сегодня такой унылый? Это не даст, он не даст, это всё бесполезно. Так если вообще всё в жизни бесполезно, может на жопе вот сидеть просто в комнате, электричество отключили, жрать нечего, а ты просто сидишь такой, ну зачем чё-то делать, всё в этой жизни бесполезно. Кэп, ну ты же сам понимаешь, что такое мышление приведёт к соответствующему результату, да? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит Рокутаген, и Капитан Очевидность немного не в духе сегодня. Но у нас важная тема, говорить сегодня будем о новой игре для СНГ игроков в Стиме. И называется она, не поверите, Варфейс, детка, да? Да, всё-таки Варфейс для СНГ игроков завозят в Стим. Ну как, завозят, 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 да всё никак не завезут. Однако, думаю, очень скоро это уже должно случиться. И вот тут вопрос, а нафиг это вообще кому-то нужно? Вот и я не понимаю зачем. По-моему, все и так всё уже давно об этой игре знают. Во, Капитан Очевидность, и многие действующие игроки Варфейса тоже так считают, что нафиг это никому не нужно. Все уже об этом всё знают, об этой игре тут всё понятно, репутация известна. Но оно вроде как так, да на самом деле ни хрена не так. Ведь по большому счёту далеко не все смотрят Ютуб и лазают по сайтам. Это первое. Второе. Те, кто смотрят Ютуб и смотрят сайты, листают их. Многие владеют информацией об этой игре, о Варфейсе, скажем так, трёхлетней, пятилетней давности. А если внимательно посмотреть на ту игру и эту игру, то вы поймёте, что это совершенно разные игры. Совершенно разная графика, переработанные карты, совершенно другой интерфейс на уровне современного там Апекса, Варзоны, переработанные модели оружия. Да, собственно говоря, вся игра совершенно переработана. То есть Варфейс какого-нибудь 13-го, 14-го, 15-го года и Варфейс 2020-го года, это совершенно разные игры. Отличающиеся по той же, например, графике, как Call of Duty Modern Warfare 1, соответственно, какого она у нас там, 2006-го, 2007-го года, и примерно как, наверное, там, Black Ops 4, который вышел не так уж и давно. То есть, по сути, это совершенно разные игры, с разными даже механиками, с разной отдачей. Если раньше отдача была дичайшая, то сейчас она, наверное, среди шутеров одна из самых простых. То есть, у отдачи, у оружия современного в Варфейсе, ну, почти нет. Она слабенькая, просто сделана для того, чтобы имелись индивидуальные рисунки. Ну, нихрена себе ты, маркетолог, расхвалил, как будто тут вообще не Варфейс, а сказка. Да нет, Капитан, очевидно. Боже упаси, Варфейс совсем не сказка. Ну что, я не это имею в виду. Просто, что я хочу сказать. Игрокам, которые давно играют в Варфейс, это действие, оно нужно. Оно нужно, потому что надо рекламировать игру. Это норма. Игра должна развиваться. И даже всё то, что делается... У меня вот претензия к нашим разработчикам, что есть вещи важные, но они делаются долго. Это долго делается, это делается как-то вот, ну, несвоевременно. Вот это, кстати, косяк этой игры. Многие вещи, вот, например, замена интерфейса. То есть, сейчас интерфейс современный, крутой, как в современных играх. Там всё так чётко, прямо сделано. Персонаж такой, там, выбор режимов удобный. Там, рейтинговые матчи, батл пассы в игру завезли. То есть, внутри это теперь всё, не на отдельном сайте. Всё это надо было делать год-два назад. Вот, касяк, после Варфейса. То есть, Варфейс, он развивается быстро. Например, там, по контенту, по оружию, если так посудить. Эта игра может вообще равных не иметь. Серьёзно. Даже какие-нибудь Фортнайки там рядом не стоят. Фортнайки там, Варзоны и так далее. То есть, обычно в игры завозят, да, новое оружие там. Ну, не так часто, как Варфейс. Варфейс стабильно раз в месяц завозят одну, две, а то и три новые пушки. А ещё какие-нибудь скинцы там каких-нибудь. Там ещё камуфляжи на оружие. Короче, дохрена. В эту игру реально вот, ну, давайте смотреть правде в глаза. Здесь контента просто тонна. Я не знаю вообще ни одной игры, где будет только контента. Режимов здесь дохрена. Тут и ПВЕ, и спецоперации с сюжетом. То есть, для ПВЕшников тут вообще нормально. И ПВП, обычные вот эти все. Доминация, каждый за себя, командный бой, уничтожение, штурм. Потом у нас Королевская битва. Ну, Королевская, кстати, не очень популярна в Варфейсе, это имейте в виду. Вот. Ещё у нас что? У нас ещё режим охота. Сейчас он называется выживание. Короче, режимы ПВП дохренища. Ещё есть рейтинги. Рейтинговые матчи, типа, а-ля, ну, вы понимаете, а-ля матчмейкинг местный. Он уже давно, короче, тут есть. В принципе, интересно. Особенно для новых игроков. То есть, мне, старичку, это всё, ну, честно, кто там жалуется на Варфейс. Нам просто это надоело, объективно. Если бы я ничего не знал о Варфейсе, я бы сейчас какую-нибудь другую игру играл. Там, в колдун, например, в Warzone. Я бы поиграл такое, ну, что-то поднадоело, там, играть в Королевскую битву, там, в обычные режимы, да, там, в МВ 2019. Я бы такой подумал. О, там какой-то Варфейс есть. Я бы зашёл, честно, я бы вот реально игру оценил. Потому что, ну, блин, да дохрена всего. И режимов, это просто пипец. Оружие просто тонное. Можно всё оружие, там, не знаю, месяц перепробовать всё. Там на медика куча оружия, на штурмовика, на инженера, на снайпера. То есть, реально дохрена. Плюс ещё рейтинги, плюс ещё даже киберспорт какой-то есть. То есть, в принципе, нормально. Чё там говорить? Объективно, в Варфейсе, вот, в чём проблемы нет, так это в контенте. Его тут просто вот тонна, просто вот дохренища. Вот. Но говорить, что в Варфейсе сказка нет. Ну, куча своих проблем. Ну, кстати, вот, часто вот раньше говорили, вот, кто не видел обзоры на Варфейс современные, да, как бы там. Вообще Варфейс современный не видел, не пробовал лично. Часто раньше жаловались, там, на макросы и читеров. Так вот, я вам хочу сказать, что сейчас в Варфейсе практически вообще нет читеров. Они где-то есть, они попадаются. Честно, я их не вижу. Я, блин, первую лигу беру, ну, то есть, высший рейтинг. Сказать, Global Elite Варфейс, время от времени, с друзьями. И при этом я могу отыграть целый сезон, он месяц, около месяца всегда длится, там. Плюс-минус, чуть больше, меньше, там, 20 дней, когда как. Надо будет короткий сезон, надо будет длинный, почти месяц. Так вот, я могу отыграть целый сезон, взять первую лигу, ещё играть на ней, там, записывать чё-то. И при всём при этом я могу ни одного читера не встретить. Это без шуток, ну, это как есть. У меня есть много претензий, как к этой игре, как и, в принципе, как бы, и не только у меня. Но в плане читеров вопрос реально сейчас, ну, практически полностью решён. То есть, объективно, читеров явных, чтобы они действительно тебя выигрывали, как бы, обыгрывали, именно, видно, за счёт читов, их мало. Реальная проблема заключается в том, что здесь достаточно высокий порог хода. Это правда, и это отрицать нельзя. То есть, вы зайдёте в Warface, и, может быть, даже на новичках будет какой-то там твинковод, который просто себе ещё одного персонажа качает. Вы заходите, вам, короче, сразу хэдшот прилетает. Вы бежите по карте, вам второй хэдшот прилетает. И в итоге, короче, вы заканчиваете в минус со счётом. На первом месте человек, который поставил 50 фрагов, да, то есть набил, и из них 49 хэдшотов. И это нормально. Это абсолютно нормально для Warface. Это не читер, это просто ветеран. То есть, сразу, знаете, в этой игре лютейших просто задротов, которые кто-то там в киберспорт стремится, кого-то просто прёт, там, расстреливает всё налево-направо, их много, их реально много. То есть, самая, наверное, большая проблема для того, чтобы новые игроки здесь оставались, это порог хода. Если вы пробуете Warface, то первое время я вообще вам рекомендую новичкам сидеть на ПВЕ. Вот. И на ПВП там, ну, какой-нибудь командный бой ходить. А жёсткие режимы, рейтинги отложить чуть на потом. Это не значит, что так прям всё плохо, что вы не сможете играть. Просто, если вы идёте на ПВП, я вам могу сразу сказать, будет тяжело, надо научиться играть. Это по-любому. И вот эта система, я пришёл из Counter-Strike, а сейчас я здесь всех порву, это не работает. Так же, как из Warface вы придёте в Counter-Strike, и вы не станете глобалом. Ну, нет, не бывает так, и так не работает. Ну, это везде так, абсолютно. И вы придёте там с Warface в Fortnite. Хе! Там просто перед тобой построят бутлу за секунду, тебя снесут, и ничего ты не сделаешь. О, а когда ты поиграешь уже несколько месяцев, да, ты уже там начнёшь тащить. Вопросов нет. Надо всё равно с любой игрой ознакомиться. Кстати, пожалуй, легче всего будет игрокам, которые придут в Call of Duty. Вот игроки-колды, они прямо в Warface сразу вливаются, нормально. Единственное, тут отличие от колды, тут обязательно надо в голову стрелять. Тут вот смесь колды и Counter-Strike. Warface это смесь колды и Counter-Strike, по сути. Потому что механики повреждений, механики хэдшотов здесь, как Counter-Strike. В голову попал, прямо сразу снесло ваншотом. Это надо учитывать, этому надо учиться. В остальном, в принципе, да ничего, как бы нормально. Вот, а что касается того, что говорят Warface говно. Блин, ребят, а вот если серьёзно, найдите мне хоть одну игру, которая не говно. Серьёзно. Вот сейчас кто-то напишет, там, Counter-Strike, там, PUBG, не знаю, там, чё-нибудь, Fortnite, Dota, короче. Серьёзно. Вот любая популярная игра, ты заходишь в том же Steam, если она есть. Отзывы спускаешься, и всё, короче. Там начинается Counter-Strike, там, симулятор, короче, избиение читером, короче, игра для поляков, ну и так далее, понимаете, да? То есть, там всякий хейт будет, по-любому. Вот в любой игре, неважно, стимовская, но в любом форуме по любой игре будут всегда писать, что игра скатилась, игра говно и так далее, и тому подобное. Это есть везде. Так что, я считаю, что если вы не играли в Warface, вам надо зайти и саму попробовать. С учётом того, что я сказал. То есть, реально, тут читеров мало. Объективно сейчас их мало. Те, кто вас нагибает, это задроты. В большинстве случаев это не читеры. Это первое, что надо учитывать. И второе, что надо учитывать, вам надо попробовать разные режимы, ПВЕ-шки, туда-сюда, ПВП-шки, поиграть недельку где-то, ну вот так вот, серьёзно, не слушая там каких-то ваших соседей, одноклассников, что они будут говорить, и сами для себя решить. Потому что, с одной стороны, вроде как многие жалуются, а с другой стороны, эти же многие играют в эту игру уже 7-8 лет. Это объективно. Они играют, они не уходят. Они говорят там, ой, нету замены, нету аналогов, компьютер старый. Да я вас умоляю. Блин, в стиме тонна, просто тонна шутеров, в которые можно пойти играть. Какой онлайн там есть. Механики похожи. Компьютер мощный не требуется. Но люди играют в Warface. Понимаете, это та же ситуация, что с Дотой. Дота скатилась, дисбаланс, игра говно. Но люди играют. Вот кто пишет, что Дота говно, они играют в Доту. Сами играют и задротят там, и ММР свой прокачивают. То же самое, понимаете? То же самое с Counter-Strike, то же самое с PUBG, то же самое с любой игрой. И я могу сказать первое. В Warface куча проблем. Это далеко не идеальная игра, и по некоторым параметрам она даже может хуже других игр. Но есть и второй факт. Есть факт второй, что эта игра затягивает, эта игра приносит массу удовольствия, и порой людей из неё не вытащит. Лучше бы они серверы объединили. Вот серьёзно. Ну, Кэп, тут я ничего не могу сказать. Действительно, разработчики, блин, как бы это всё классно. Надо было вначале все серверы объединить. Серверы, когда объедините? Это вот самое нужное. Вот сейчас это самое нужное. Объединить. У вас все игры, блин, они вроде популярны. Там Lost Ark у вас тоже RPG-шка. Блин, взяли комьюнити, разбили на три сервера. Зачем? Соединяйте, всё будет тогда нормально. Вот, такие дела. Что ещё могу сказать? В общем, тем, кто хочет попробовать игру, пробуйте. Вы можете не донатить в неё, значит. Не донатить там. Просто поиграйте там неделю. И сами определитесь. Оно вам надо, оно вам нет. Всё. То есть, это моё мнение. Это моя вам рекомендация. Никого не слушайте. Вот, серьёзно. Вот даже меня, я не буду хвалить игру. Она как бы игра, как и игра. Как и Counter-Strike, как Dota, как всё остальное. В чём-то говно, в чём-то ништяк. Просто попробуйте. Это не донатите. Не обязательно. Неделю там две поиграйте без доната, без всего. Просто играйте. Донат, кстати, не обязательно, что струли. Это тоже, блин, брехня. Вот. Как бы донат-то прикольно, не спорю. Но надо самим всё выяснить. Сами пробуйте. Не надо слушать Васю, Петю там из 5-го Б-класса. Сами всё пробуйте. Своё мнение выработайте. А тем, кто, собственно, играет в эту игру и меня смотрит, вот. В чём хочу сказать? Будет писать, что я там скатился, продался. Мне никто не просил записать ролик, где там всё надо расхвалить. Я просто хочу, чтобы реально люди приходили в эту игру и люди оставались. Не обязательно, чтобы оставались все подряд. Те, кому эта игра может понравиться. А таких масса, на самом деле, людей. Они просто не пробовали, потому что их отпугнули. Вот и всё. И тому, что Warface выходит в Steam, я рад. И по большому счёту, вы должны быть рады, кто играет в эту игру, потому что чем нас больше, да, ребят, тем лучше. Ну и у кого от этого видео пригорело, ответьте себе честно. Ещё раз на этот вопрос. Да неужели у этой игры нет аналогов? И если правда, у неё совсем нет аналогов? Да неужели она настолько плохая игра? Каждый пусть остаётся при своём мнении, и каждый сам оценивает игру. Хорошая она, плохая. Она такая, какая есть. Кто-то её всегда будет ненавидеть, а кто-то всегда будет обожать. И если данное видео вам понравилось, пишите своё мнение в комментариях, ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно, пацаны, но вы в курсе. Без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.